Теория Всего Теория Всего Теория Всего Да, нет Непросто отвечать, да У нас до сих пор нет косвенных доказательств, наука говорит о большом взрыве, опираясь на косвенные факты Нет Теория Большого Взрыва – краеугольный камень современной астрофизики Да Теория Большого Взрыва – столетнее заблуждение, которое уже давно опровергнуто Нет У теории Большого Взрыва больше противников, чем сторонников в современном научном мире? Нет Наука никогда полностью не объяснит окружающий нас мир и его происхождение, поэтому лучше искать ответы, например, в религии? Нет Правда ли, что вместо того, чтобы объяснить, как началась наша Вселенная, некоторые ученые в итоге разработали теорию о множестве параллельных Вселенных, где происходящие события могут различаться лишь в мелких нюансах? Да Ваш двойник из параллельной Вселенной мог бы ответить на мои вопросы несколько по-другому? Да И последний вопрос тогда, правда ли, что словосочетание Большой Взрыв придумал противник этой теории, и оно сначала было насмешкой? Да, да, да Да, то есть это действительно так, и вот на этот вопрос я знал ответы на остальные, не был уверен в них Ну, я тоже не знаю точный ответ Да, точный ответ мы не знаем, ну, потому что здесь нам только требовалось вот так серьезно, да нет, сказать А сам термин «The Big Bang» или «Большой бабах» был впервые использован Фредом Хойлом на популярном шоу на BBC, и он насмехался над этой теорией, отставил свою теорию стационарной незменной Вселенной С тех пор термин используется уже серьезными людьми и далеко не ради смеха Рассказать, жите, почему же мы от теории стационарной Вселенной, которая стоит на месте, перешли к теории Большого Взрыва, что этому способствовало? Ну, в принципе, мы должны посмотреть даже на события 100-летней давности Тогда оказалось, что Вселенная полна звезд и неизменна А уже потом появились чисто экспериментальные данные о том, что Вселенная расширяется В свое время Альберт Эйнштейн был тот человек, который сначала отстаивал идею его такой статической неизменной Вселенной Потому что у ученых не было повода в этом сомневаться А вот экспериментальный... Его, по-моему, уравнения сначала этому противоречили, и он вводил какую-то новую... Вот именно, он ввел так называемую ламбда-постоянную дополнение к уравнениям, чтобы решение получалось вот таким, статическим, неизменным Потом он это назывался самой большой ошибкой в своей жизни Но в наше время оказывается, что, возможно, Эйнштейн был прав, но эта ламбда-поправка, она в наше время используется немножко иначе Ну, я думаю, мы к этому еще перейдем в ходе разговора То есть, а суть в том, что потом, увидев экспериментальное подтверждение, то, что сделал Хаббл... Да, вот именно, Хаббл открыл расширение Вселенной, скажем так Он формулировал этот закон, и, ну, люди поняли, ученые поняли, что все не так просто, как казалось сначала И что же значит современное представление о Большом Взрыве? То есть, что это, в принципе? Ну, мы должны как бы отмотать пленку назад Мы видим, что в данный момент Вселенная расширяется, значит, раньше она была меньше И, очевидно, в самом начале было сконцентрировано, все было в очень небольшом объеме Вот здесь возникают проблемы, потому что есть какой-то минимальный объем, максимальная плотность, максимальная температура Которую способны описывать современные физические теории Есть так называемая длина планка и время планка Совсем чудовищно маленький отрезок времени Это 10 в степени минус 43 секунды Это невыражаемый малый интервал времени Вот, про который пока нет физической теории То есть, давайте простаем акценты Мы знаем, что Вселенная расширяется И поэтому мы логически предполагаем, что она расширяется из какой-то исходной точки С помощью выброса, там был выброс ненормального количества энергии, материи Ну, вот, как это правильно поправься Да, скажем так, вот про самое-самое начало Можно в наше время выдвигать разные теории Но начиная вот именно с этого времени Там уже теория обосновывает такие этапы развития Вселенной Сначала, скажем так, появление вещества такого, как мы его представляем себе Это потом этап очень быстрого расширения Потом этап, когда происходили ядерные реакции Уже потом появление звезд и галактик Это не только теория Есть отдельные моменты, которые очень хорошо эксперименты согласуются с теорией Например? Ну вот, например Даже 15 лет до того, как было открыто реликтовое излучение Такое уже было предсказано теория Реликтовое излучение – это как бы остаточное излучение Это с того момента, когда, ну, скажем так Вселенная стала прозрачной И свет мог свободно распространяться во все стороны В тот момент возраст Вселенной был сравнительно небольшой Порядка 400 тысяч лет А сейчас возраст Вселенной, напомните 13,7 миллиардов лет Почти уже 14 То есть скоро доживем до 14 миллиардов Ну, скоро не скоро, но доживем Скажем другое То, каково соотношение химических элементов в нашей Вселенной Доминирует водород, потом следует гелий Их процентное соотношение тоже в очень хорошем соответствии с теорией Так что не так, что существовала бы только теория Она хорошо подтверждается существующими наблюдениями Да, и было найдено реликтовое излучение Это что себя собой представляет? В наше время это микроволновое излучение Которое, ну, скажем, как вот и микроволновое Опять излучает микроволновое излучение Ну, примерно подобное, скажем так Подобная длина волны Но оно очень слабое Оно приходит к нам со всех сторон Это является таким фоновым излучением И когда составляется ее карта Видно, что Вселенная в то время была немножко неоднородна Это были такие первые сгустки вещества Из которых потом могло образоваться что-то большее Звезды и галактики То есть все, если ставить рамку до определенной границы То все в современной науке получается хорошо Если мы перейдем за эту рамку То есть, так сказать, спорный момент Который до сих пор является неразрешенным Это так? Да, вот именно, значит, вопрос Самая первая доля секунды Тот неразрешен, потому что, ну, просто нет теории Поэтому здесь можно, конечно, строить разные теории Приводить разные доводы Да, то есть этим, собственно, наука и занялась Потому что если теорию большого взрыва уже сто лет То надо ее было как-то развивать, я понимаю Вот, значит, ученые и продолжили это делать Да, и я хочу подчеркнуть, что вот, в принципе, о том Как после этого первого момента развивались события Там, в принципе, споров нет В наше время уже теория Хойла о том, что Вещество как-то само зарождается в пустоте И в наше время она уже полностью, полностью отвергнута Так что это дело не прошло Но вот действительно споры о самом начале Хорошо, исследователь Института астрономии Латвийского университета Илгонис Вилкс в гостях у теории всего Ну, давайте тогда перейдем все-таки к спорным моментам Потому что, собственно, отсюда и появляются дополнительные теории Которые уточняют теорию Большого взрыва Ну, или как-то ее развивают То есть проблема в этом первоначальном состоянии вещества Я понимаю И оно очень называется состоянием сингулярности Я прав? Да Что значит сингулярность? Ну, в принципе, сингулярность – это точка По одному из вариантов теории Все началось с точки В которой, значит, и вещество должно было иметь бесконечную плотность Это в математике так Лико оперирует бесконечностями В физике обычно бесконечности Ну, не бывает каких-то бесконечных физических величин Поэтому все-таки, скорее всего, не было сингулярности Как таковой действительно начала в одном точке Все-таки был какой-то начальный, первоначальный объем И в этой так как бы стандартной модели развития Вселенной Предполагается, что это было такие колебания Называются флуктуации физического вакуума Вакуума пустоты, которая все-таки не совсем пуста А имеет свою энергию И на очень малых масштабах пространства Эти изменения могут вот даже при некоторых условиях Создать вот такую Вселенную Это один из вариантов Звучит, как из ничего получается все Да, кажется странно Но вот, скажем, откуда можно получить энергию В таком крошечном объеме, например Но вот если развести две гири на большое расстояние И потом их, ну, две гири подвешены, ну, скажем, на тросах И потом их отпустить Они потом будут лететь друг к другу И ударяться с большой скоростью Так что можно получить почти из ничего энергию Если, ну, как бы ее сначала туда вложить Энергию, ладно, хорошо Но здесь же получилась и материя И все, что угодно Все, что мы знаем Вот здесь нас как бы спасает Это известное математическое соотношение Альберта Эйнштейна Что энергии можно приравнивать Энергия равна m в c квадрате Энергию можно приравнивать к массе Если есть много энергии Это известно в наше время, экспериментально подтверждается То рождаются частицы Так что это было возможно, в принципе В принципе было возможно, но известным нам физическим законам Это первоначальное состояние сингулярности пока не подчиняется Это так? Да, это так То есть, в принципе, наука тут здесь нам все объясняет И потом мы подходим к какой-то точке И тут нет нам объяснения Да, вот то, что я рассказывал, что возникновение из этой квантовой флуктуации Это один из вариантов Но он как бы такой наиболее подтвержденный Но не единственный Да, понятно И таким образом Значит, мы подходим к тому Что начинает строиться теория относительно того Что Вселенная не просто расширяется А, например, у нас еще может и потом уменьшаться и сужаться То есть, это как связано с ее происхождением? Значит, идея о циклической Вселенной Ну, вот здесь все-таки Данные наблюдения последних десятков лет Говорят о том, что, по крайней мере Вот наша Вселенная сейчас У нее нет какой-то причины для сжатия Даже наоборот Она расширяется все более быстро С ускорением И вот здесь появляется опять-таки На свет этот лямбда Дополнение к теории Эйнштейна Что все-таки есть какая-то еще пока Точно науке неизвестная Дополнительная энергия Или сила Называемая темная энергия Которая способствует расширению Вселенной И поэтому данный момент Ученые считают, что Вот наша Вселенная все-таки Не остановится И не сможет опять сжиматься То есть, она будет бесконечно разлетаться? Да, пожалуй Данный этап развития науки Все кажется именно так Но Если появятся новые данные Теории придется пересмотреть Но всегда в науке так Что если есть эксперимент Это как бы основная сила движения Если эксперимент говорит Что в теории что-то неправильно Теорию надо менять А не наоборот Ну это понятно Но вернемся к началу Вселенной Да, пожалуй И нельзя исключить идею Все-таки цикличности Вселенной Что до Большого взрыва Еще было что-то В классическом варианте Говорится о том Что в момент Большого взрыва Только возникло пространство и время Это весьма трудно Для понятия концепции Как могло не быть времени Могло не быть пространство Но это уже добавили позже Ну и Хокинг и другие Правильно? Что пространство и время возникло После Большого взрыва Да, ну теория Большого взрыва Она развивается Все время Да, это не было сразу сказано Там сороковые годы То есть да Сначала сказали Материя и энергия А потом еще Ну пространство и время тоже Да, ну пожалуй так Это трудно себе представить Но это можно как бы обойти Это препятствие Говоря о том Что нет все-таки Может быть до того Была Вселенная Которая претерпела Огромное изменение Может быть она сжималась Вот это небольшой объем И потом опять Начала расширяться Уже после В результате Большого взрыва Может быть так Здесь можно Писать Математическое уравнение Но Наблюдений С этой эпохи У нас Просто нет Так что Пока ничего доказать Было ли так или нет Невозможно Да Мне просто интересно Почему Говоря о том состоянии Которое нам неизвестно Сингулярности Каким образом Значит не решая его Мы приходим к тому Что возможно Она не просто сейчас Расширяется А еще расширяется И сужается То есть это как-то Нас приближает К какому-то ответу Или это просто построение В научном мире Каких-то теорий Которые могут быть Ну Это ситуация типична Если Что-то неизвестно То можно Строить разные теории Уже только потом Наблюдение Ну как бы отсеют Те которые ложные Останутся Те которые более Близки к истине Нет Сингулярности Как такого Этой одной точки Очевидно Все таки не было Обычно говорится Что Есть какой-то Вот этот Минимальный размер Вселенной Вот может быть В предыдущем цикла Она до этого Размера сжилась Потом произошел Большой взрыв И она опять Начала расширяться Лично я Эту точку зрения Не разделяю Там есть проблема Которая связана С таким весьма Сложным понятием Как энтропия Энтропия Как бы мера Беспорядка В нашем мире Вот если Она увеличивается Насколько я понимаю И она все время Увеличивается И вот если Есть На столе Беспорядок Можно конечно Все вещи Расположить аккуратно Но для этого Необходимо Ну Совершить работу Значит Нужна энергия А вот Процессы Как бы Хаотические Происходят Сами-сами По себе Так что Если Была Вселенная До этого У нее Должна была Существовать Какая-то Энтропия Которая только Увеличивается Если Мы в общем Говорим о том Возликла Ли Вселенная Как таковая Или она Существовала Когда-то Раньше Это Тоже Более Такой Философский Вопрос Насколько Мы знаем Когда-то Раньше Тоже Здесь Произносить Не очень Безопасно Потому что Это ко времени Относится Которое В том числе Нет Если Говорить О циклической Вселенной То этого Перерыва Во времени Нет Время Тогда В этом Случае Тогда Существовало Хорошо Напоминаю Снамил Ганис Вилкс Исследователь Института Астрономии Латвийского Университета Теория Всего Продолжает Разбиваться В проблематике Современной Науки И вот Сейчас Мы Рассматриваем Проблематику Современной Астрономии И астрофизики Расскажите Тогда Каким образом Ученые Пришли К тому Что у нас Существует Множество Параллельных Миров И это Тоже Медотношение К происхождению Вселенной Я так понимаю Ну тут В принципе Разные Варианты Есть Одна Идея Параллельных Или множественных Миров Квантовой Механики Но это Пусть Говорят Об этом Рассказывает Физика Это тоже Интересная Отдельная Тема В астрономии Дело Обстоит Так Что Вот В эти Квантовые Флуктуации Эти Такие Волнения В этом Физическом Вакууме Могли Образоваться Могла Образоваться Не только Наша Вселенная Если Ну такой Он существует Такой Вакуум Да И Вот При таких Условиях Могли Образоваться И другие Вселенные Эта Идея Тоже Ну Имеет Право На существование Потому что Ну если Образовалась Одна Вселенная Могли Образоваться Многие Образоваться Другой Да Конечно И Их Число Очень Очень Велико Там Оценивается Порядка 10 В степени 500 Это Неимоверная Цифра Такая И Такая Идея Множественных Вселенных Она полезна И для того Чтобы понять Почему Наша Вселенная Именно такова Какова Она Есть Вот Скажем У нас Есть такие Физические Законы Которые Позволяют Возникновение Звезд Возникновение Сложных Химических Элементов Вот Возникновение Жизни Может быть Не во всех Вселенных Ситуация Такова Может оказаться Что другие Вселенные Для жизни Не подходящи Так что Такая Идея Тоже Имеет Право Насуществовать Но Наша Вселенная В таком Смысле Замкнута Что мы Не можем Посылать Сигналы В нее И получать Сигналы Извне Так что Тоже Пока Мест наук Абсолютно Неизвестно Как можно Было бы Проверить Существование Других Вселенных А для чего Нам нужны Другие Вселенные То есть Это что Объясняется В принципе Это только Тоже Опять Один из Вариантов Когда мы Говорим Ну о том Что мы Достаточно Недостаточно Знаем О самом Начале Вот это Тоже Один из Вариантов Который Предположен Что такое В принципе Возможно В принципе Да Быть и нет То есть Это мы Имеем дело С таким Передним Краем Науки Где Самая Парадоксальная Идея Возможно Может быть Применена Ну Пока Мест Еще Даже Не ясно Какого Это Применение Но В принципе Да Ну В этом И как бы Прелесть Науки Что Люди Имеют Право Ученые Прямо Ну вот Мыслить Совершенно Свободно Но Всегда Уже Потом Идет Жесткий Отбор С помощью Эксперимента Отбор Теории А вот Единственное По-моему Применение Вот этой Множественной Вселенной Она Хороша Для Объяснения Того Что Вот Именно Наша Вселенная Такова Какова Она Есть Пригодна Для Жизни Это Как бы Тогда Не нужно Думать Что Почему У нас Так Специально Устроенная Вселенная Что Мог Возникнуть Разум Потому Что Тогда Есть Очень Много Вселенной Где Разные Условия В одних Еще Есть Жизнь Других Нет Такой Красочный Подбор Говоря о нашей Вселенной Разум Мог Возникнуть Не только В нашей Галактике Или В нашей Системе Если Отвлекаюсь Насколько Я понимаю По современным Научным Представлениям Есть Много Мест Где Есть Способствующие Этому Условию Это Тоже Очень Сложный Вопрос И Другая Тема Но Действительно Физические Условия Какие Есть На Земле Они Естественно Могут Повториться В других Местах И Если Наша Земля Была Подходящей Для Вознаком Жизни Кнутей В других Местах Это Только Логично Возвращаясь К нашей Основной Теме Давайте Попытаемся Подвести Некую Общую Черту И Общий Итог Что Сейчас Наука Признает Таким Давайте Скажем Мейнстримом В вопросе Происхождения Вселенной Относительно Этого Спорного Момента Самой Первой Доли Секунды Начиная От него И продолжая Что Сейчас Является Такой Ну Скажем Начиная Уже После Этого Момента Что Происходило Дальше Образовались Частицы Вещества Они Соединялись В атомы Происходили Ядерные Реакции Потом Уже Газ Собрался Облака Возникали Звезды Из Таких Скопич Звезд Галактики Это Тут Есть Ну Какие-то Спор В деталях Но Не в принципе Этот Сценарий Тот Который Полностью Одобрен Значит Остается Только Спор О самом Начале О том Что именно Произошло В самом Начале Каковы Возможности Решения Пока Их Не видно Потому Что Необходимо Объединить Две Большие Современные Теории Это Квантовая Теория Физики И Теорию Общей Относительности Эйнштейна А пока Все-таки Нет Не видно Пути Как это Сделать Поэтому Этот вопрос Пока Откладывается И Эти споры О самом Начале Будут Продолжаться По-моему Прогнозы Еще Несколько Десятков Лет Но Однако Мы Довольно Близко К решению Если Всего Несколько Десятков Лет И Мы Узнаем Как же Все Началось Нет Или Приближения К Самому Главному Да Я Оптимист Я бы Сказал Так Что В наше Время Нужен Новый Эйнштейн Хокинг Молодец Но Все-таки Он Не Смог Сделать Настоль Обобщающую Теорию Вот Здесь Большая Надежда На новое Поколение В том числе И наше Почему И нет В том Что Науке Появятся Такие Новые Идеи Я Оптимист И Надеюсь Что Еще В течение Моей Жизни Я Узнаю Что-то Очень Такое Важное О Вселенной Открытие Нам У нас Только Все Впереди Еще Но Говоря Вот Об этом Оптимизме И о том Что Мы Вкладываем В Науку Существует Такое Впечатление Действительно Что Был Некий Бум Во времена Эйнштейна Когда Зарождались Основы Квантовой Теории Современной Физики А Сейчас Как-то Мы Меньше Об этом Слышим Это Потому Что Наше Информационное Пространство Не так Устроено Что Мы О достижениях Науки Не Слышим Или Действительно Оно Медленнее Идет Чем Сто Лет Назад Ну Насчет Достижения Науки Мы Сейчас Слышим Буквально Как Только Что-то Достигается Вот Прямая Хотя бы Ваши Научные Новости В начале Передачи А Я думаю Дело Частично В том Что В наше Время Наука Делается Коллективами Огромным Коллективом Ученых И Там Обычно Не выделяется Один Вот Мы знаем Эйнштейн Там Был Нильс Бор Макс Планк И другие Такие Громкие Имена 20-30 Годов Прошлого Столетия Да Тогда Все-таки Наука Больше Делалась Одиночками Может быть Это Та Разница Но Действительно Факт Таков Что Последние Даже 50 лет Такого Огромного Скачка В Теоретической Физике Не было Если Не считать Теории Которые Связаны Бозоном Хиггса Это Другая История В современную Астрономию Давайте К вам Придем В современный Астроном Ему Обязательно Смотреть Ну да В наше Время Астроном Конечно Смотрит На экран Компьютером Но Конечно Получает Там Изображение Полученное С помощью Телескопа Это так Так что Главным образом Он сидит За компьютером Но Главное Это Работа Мысли И Здесь Ну Что Такие Более Важные События Последнее Времени Ну Скажем Открытые Планеты У других Звезд Но Это Ну Так Как бы Не Принципиально Ново В принципе Вот именно И так И другие Вещи Есть Как бы Картина Вселенной В последнее Время Главным образом Уточняется Новые Элементы Не вносятся Кроме Одного Вот то Что было Открыто Ускоренное Расширение Вселенной Это было Сделано Порядка 15 лет Назад И с тех пор Вот ученые Думают Как это Объяснить Ускоренное Что вы имеете ввиду В таком смысле Что Вселенная Расширяется Это мы знаем Уже почти 100 лет А 15 лет Оказалось Под наблюдением Своих новых Спыхающих звезд Что Это Происходит Все Быстрее И быстрее Что есть Какой-то Дополнительный Фактор Который Способствует Расширению Вселенной Казалось бы После энергии Большого взрыва Она должна Слабевать И Вселенная Должна Медленнее Расширяется Если она Просто по инерции Расширяется То Масса Всех Галактик Они притягивают Друг к другу Она должна Была Замедляться Оказалось Наоборот Вот появился Новый фактор И это Говорит о том Что Ну мы Не знаем Еще всю Вселенную Вот эта Темная Энергия Она Если Пересчитывать Ее На Единицы Массы Она Составляет Порядка 70% Всей Вселенной И там Еще есть Такое Темное Вещество Тоже И Может оказаться Что Астрономы До сих пор Наблюдали Порядка Только 4% Всего Что во Вселенной Есть Так что Что делать Это может Изменить Теорию Происхождения Если мы Видели Только Какой-то Край Ну нет Но вот Это не Изменит Теорию Происхождения Не Принципиально Это Изменяет Теории То Чем Все Может Закончиться Или Продолжиться Через Огромное Время 100 Миллиардов Лет Но Про начало Это нам Особо Новых Сведений Не дает В принципе Подытожим Можем Сказать Что Во многом Были правы Те ученые Которые Говорили О большом Взрыве И что Эта Концепция Она Немножко Развивается Изменяется Но до сих пор Является Безусловно Доминирующей На очень Да Она является Безусловно Доминирующей И единственный Спор Остается Только Самом Начале Так Что же Так Черная Дыра Да Ну вот Необходимо Себе Представить Такой Объем Пространства Главным Образом Он Бывает Шаровой Сферический В котором Гравитация Настолько Сильна Что Из этого Объема Пространства Ничто Не может Улететь Не только Космический Корабль Или Пылинка Но даже Свет Не может Преодолеть Этот Невидимый Барьер А В самом Центре Этого Пространства Находится Вот тот Объект Чья Гравитация И создала Этот Невидимый Объем Можно Представить Себе Как бы Паука Который Создал Шарообразную Паутину И сам Сидит В центре И все Жертвы Которые К нему Попадают Обратно Уже Не возвращаются А Эта Паутина Можно Это Так называемый Горизонт Событий Ага Да Согласен Вы здесь Действительно Говорите Недаром Можно Представить Потому что Действительно Можно только Представлять И как-то Догадываться По неким Косвенным Признакам О том Что черные Дыры Вообще Являются Неоспоримой Частью Так сказать Физически Доказанной Ставной Нашей Вселенной Потому что Увидеть черную Дыру Из-за того Что она черная Тоже Как черную кошку В черной комнате Искать Невозможно Ну да И само название И говорит О сущности Этого объекта Оно действительно Черное Оно не излучает Никакой Видимый свет Хотя есть Одно излучение О котором Поговорим Позднее Но Вот это Вещество Которое Падает Внутрь Черной Дыры Еще до того Как пересекает Горизонт Событий Оно Ускоряется Ну скажем Или это Какая-то На части Разорванная Звезда Или просто Пыль Или Междузвездный Газ Он Эти частицы Ускоряются И содуряются Между собой И возникает Еще до падения Черной дырю Свечение Бывает разное Скажем Например Рентгеновское Свечение Которое Можно определить А вокруг Многих Черных дыр Есть так называемые Аккреационные Диски Диски Где это Вещество Немножко Так сказать Некоторое Время Проводит До того Как упасть Внутрь Черной Дыры А второй Вариант Как можно Обнаружить Черную Дыру Скажем Если Есть Звезда И Мы Видим Что там Должно Быть Что-то Скажем Так Понимаем Что есть Что-то Невидимое Вокруг Чего Она Вращается Этот Центр Обращения Не Виден Но Можно Вычислить Его Массу Это Может Очень Даже Оказаться Черной Дырой Вот Именно Таким Образом Было Определение Существования Черной Дыры В центре Нашей Галактики По Движению Звезд Было Определено Что Там В центре Что-то Есть И Была Определена Его Масса Наша Галактика Значит Тоже Имеет Черную Дыру Это Первая Достоверно Установленная Да Это Кстати Интересный Вопрос В таком Случае Обязательно Ли В центре Галактики Быть Черной Дыре Как Мы Насмотрим На этот Вопрос Здесь Говорится Что Это Супер Массивная Черная Дыра Потому Что Если Вокруг У нее Все Звездные Тела Галактики Вращаются То Это Некий Объект Какой Невероятной Массы Я так Понимаю Ну Он Значит Нашей Галактики Его масса Равна Примерно Трем Миллионам Трем Четырем Миллионам Солнцев Ну Это Достаточно Большой Объект Но Это Еще Не Все Что В центре Галактики Поэтому И остальные Объекты Центра Галактики Создают Это Притяжение Которое Уже Заставляет Другие Звезды Перемещаться Вокруг Центра Это Да Это Большой Объект Это Так Называемые Сверхмассивные Черные Дыры Которые Есть Во многих Центрах Галактик В последнее Время Думают Может Даже Почти Во всех А в Некоторых Галактиках Они Очень Сильно Себя Проявляют Потому Что Для них Есть Много Питания Как Мухи Для Паука Так В этих Галактиках Есть Много Этого Газа Пыли Которая Падает Черную Дыру И До Того Излучает Это Так Называемые Активные Галактики В центре Их Черная Дыра И В окрине Разные Физические Процессы Но Я Еще Хочу Сказать Упомянуть Что Черные Дыры Могут Быть Разные Массы Кроме Этих Сверхмассивных Также Понятно Что Могут Образоваться Дыры В конце Эволюции Очень Больших Звезд Если Звезда До Может превратиться В черную Дыру И Это Так Назваемые Черные Дыры Звездные Массы А Что Есть Дыры С меньшей Массой Или Промежуточной Вот Об этом Пока Еще Много Не Известно Хорошо Я С вашего Позволения Вернусь К Стивену Хокингу Который Как раз В своем Выступлении Заявил Буквально Следующее Если Вам Не посчастливилось Попасть В черную Дыру Не Не отчаивайтесь И не сдавайтесь Выход Есть Говорит Он Нам И Это Действительно Шутка Понятное Дело Юмора Ему Никогда Не Занимать Но Тем Не Менее Эта Фраза Подчеркивает Некоторые Важные Изменения Точки Зрения На Эти Объекты Наши Да Дело В том Что Черные Дыры Описывает Теория Общей Относительности И По этой Теории Дыря Представляется Как Горизон Событий Которые Внутри В центре В одной Точке Сжато Все Вещество Это Ситуация Такова Которая Называется Сингулярность Если Вещество Сжато В точку То Его Плотность Бесконечна Эта Теория Допускает Такой Вариант Но Вот Все-таки Если Что-то Становится Бесконечным То Ну Это Уже Такое Предельное Ситуация Физики И В принципе Для этого Самого Центра Для Самой Черной Дыры Ну Не Такой Хорошей Физической Теории Которая Бы Ну Могла Рассказать Что Там Именно Происходит Поэтому Вот Появляются Разные Варианты Что Все-таки Находится В центре Черной Дыры Если Даже Такие Эксотические Толкования Что Там Находится Как Буть В другую Вселенную Вот Эту Параллельную Вселенную Но Это Только Одно Из Возможных Объяснений Да Для чего Они Делаются Это Понятно Что Наверное Задача Физиков Не Входит Обязательно Найти Вход В параллельную Вселенную И так Далее То есть Здесь Мы Имеем Дело Именно Как Я Понимаю С Противоречием Между Общей Теорией Относительности Теорией Квантовой Гравитации Я Здесь Все Правильно Говорю Да То есть Это Именно Способ Найти Ответы На Эти Противоречия Да Вот Именно Поэтому Это Изучение Черных Дыр Весьма Важно Для Современной Науки Потому Что Кроме Общей Теории Относительности Существует Еще Одна Очень Ну Очень Качественная Себя Хорошо Показавшая Теория Квантовая Теория По которой Вот Скажем Каждая Частица Ну У нее Есть Какие-то Свойства Ее Расположение Пространстве Описывается Некоторыми Координатами Это Как бы Информация Об этой Частице Которая Даже При Попадении Этой Частицы Черную Дыру Должно Сохраняться Информация Должна Сохраняться По Квантовой Теории А с другой Стороны Теория Относительности Говорит Что все Сжимается В одну Точку И вся Информация Пропадает Вот это Противоречие Не дает Современным Физикам Теоретикам Спать И Эти Решения Предлагаются Разные И в том числе Стивен Хокинг Что Он Говорит Последнее Время О том Что Эта информация Все Так Как-то Должна Сохраниться Некоторое Время Было Предположение Что все Так Не сжимается Черная Дыра В одну Точку А Сжимается Ну Почти Точку Ну Почти И точно Точка Все Так Огромная Разница Оказывается Так Называемый Небольшой Объект Планковского Размера Который Все Так Мог Сохранить Всю Информацию И Как-то Потом Вернуть Ее В нашу Вселенную А Последнее Завеление Кокинга Говорит О том Что Может Все Так Поверхность Черной Дыры Вот Я имею Этот Горизон Событий Все Так Каким-то Образом Сохраняет Вот Эту Информацию И Может Вернуть Эту Информацию В нашу Вселенную Хотя От Ней Не Будет Много Смысла Вот Есть Такая Аналогия Если Вот Сжать Телефонную Книгу И Пепел Развеять Ну Теоретически Возможно Собрать Обратно Этот Пепел И Может Быть Восстановить Эти Строчки Но В этом Случае Если Этот Пепел Как Будет Распределен По Поверхности Этой Черной Дыры По Горизонту Событий То Информация Как Такова Там Будет Но Смысла От Нее Не Будет Она Все Так Будет Разбросана Вот Примерно Такое Представление Да Действительно Почему Нам Этого Недостаточно Почему Тогда Нужно Говорить Что Она Еще И Попадает Так Называем Параллельную Вселенную Или Как Лучше Это Обозначить Здесь Я Теряюсь Какие Термины Лучше Потреблять Для чего Тогда Необходимо Именно Это Представление О том Что Если Следовать Этой Теории То Можно Информация Или Объект Переместится Куда Туда Куда Никто Из нас Не может Попасть Ну Это Вопрос Такой Наверное Пока Еще Абсолютно Теоретический И Опять Так Все Вот Вытекает Из этого Из этого Противоречия Теории Что Это Очень Такое Сильное Ну Наложено Такое Запрет Что Информация Нельзя Пропадать Это С точки Квантовой Теории А вот Сингулярность Опять Так Это Что-то Совсем Другое Там Как Бо Эта Информация Может Пропасть Поэтому Это Дается Как бы Возможное Возможное Решение Этой Проблемы Что Ну Но Туда Не Может Если Даже Это Так Если Даже Так Это Способ Уйти В параллельную Вселенную Туда Уже Не Попадут Реальные Объекты Космический Корабль Не Может Туда Попасть Он Все Так Будет Сжат И уничтожен В центре Этой Черной Дыри Может Только Остаться Только Информация Об этом Корабле Но Не только Название Буквально Информация О Частицах Из Которых Он Состоял Так Что Это Так Хорошо Звучит Но Это Наверное Не Суть Важна Может Стоит Поговорить О том Каким Образом Эта Информация Все Так Может Возвращаться Я Сказал Что Черная Дыра Не Дает Никакое Излучение Но Это Не Полностью Точно Вот Одно Из Главных Открытий Жизни Стивена Хокинга Это То Что Он Прогнозирует Что Должно Существовать Так Назваемое Излучение Хокинга Названное По его Имени Что Таким Образом Черные Дыры Все Так Могут Что Из Себя Внутри Передавать И Сами При этом Уменьшаются Но Здесь Опять Так Как Тают Получается Тают Да Тают Или Испаряются Можно Так Себе Представить Но Это Только Потому Что Ну Существует Вакуум Который Которым Все Время Как Б Кипит Этот Вакуум Как Б Кипит В нем Рождается Пара Частиц И Может Такое Невероятно И Случиться Что Одна Частица Рождается Внутри Горизонта События А вторая Извне И Тогда Та Которая Извне Может Улететь А та Которая Внутри Остается Но Там Это Теряет Массу И Это Как бы Этот Общий Процесс Выглядит Так Как будто Она Все-таки Что-то Излучает Вот Это Излучение Необходимо Открыть То есть Если Наличие Черных Дыр Научное Сообщество Уже Фактически Уверено В их Существовании Здесь Все Довольно Точно То Излучение Хокинга Это Пока Более Теоретическое Положение Да Это Ну Так Сознать Выводы Современной Физики Но Может быть Именно Поэтому Хокинга Пока Еще Не Получил Мобилевскую Прямию Потому Что Это Излучение Не Было Открыто Экспериментально Тут Дело В том Что Большая Черная Дыря Будет Излучать Настолько Мало Что Это Современным Метам Нельзя Обнаружить Ни Те Дыры Которые Центры Галактик Не Эти Дыры Которые Образуются Из Звезд Их Излучение Ничтожно Мало Необходимо Найти Такую Черную Дыру Которая Была 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 Примерно Луна Вот Если Луну Удалось Так Красиво Сжать Почти В точку Получили Черную Дырочку И Которая Бы Излучала Достаточно Для нас Это Было Не Очень Безопасно Что Такой Объект Находится На таком же Расстоянии Как Луна А вот Об этом Тоже Стоит Сказать Что Если Мы Находимся На достаточном Расстоянии Черной Дыры Для нас Это Никакой Разницы Вот Даже Если Луну Твердила Черную Дыру У нас Не будет Лунного Света А Луна Также Будет Вращаться Вокруг Земли И Просто Не надо На нее Высаживаться А даже Подлетать К ней Можно Было Бы Вот Такова Ситуации А еще Вот Ученые Надеются Сделать Миниатюрные Черные Дыры В Большом Гадронном Ускорителе И Вот Эти Черные Дыры Должны Ну Буквально Сразу Испариться Вот Именно Из-за Излучения Кокинга Да Ну Пока Этого Не Произошло Как Я понимаю Да Пока Это И Вообще Там На самом деле Ускоряясь На Большом Гадронном Коллайдере Немного Другие Задачи Решались На данный Момент Но Да Здесь Вы Может Поможете То есть Это Стоит В планах У них Они Действительно Будут Проводить Эксперименты Для Создания Миниатюрных Черных Дыр Которые Бы Сразу Испарились Ну Вот Здесь Я Не могу С абсолютной Точностью Утверждать Какова Точная Программа Но То Что Я Смотрел Главное Сейчас Там Внимание Уделяется Тому Как бы Поиски Новой Физики Потому Что Так Называемая Стандартная Модель Частиц Уже Более Менее Подтверждена И Теперь Ищут Признаки Может Все Так Это Опять Так Природа Кажется Немножко Сложнее Чем Мы Думали До Сих Пор Это Насчет Теории Частиц Главным Образом Эти Направления Насчет Создания Черных Дыр Последнее Дырмя Я не Слышал Такая Цель Ставилась Да Безусловно И Кстати Хочу Уточнить Почему Нахождение Черной Дыре Безопасно Можете Это Объяснить Вы Сказали Что Все В порядке Но Хочется Объяснения Потому Что Объект С такой Массой И Все К нему Притягивается Почему Это Безопасно Все В принципе Зависит От того В какую Дыру Лететь Большую Или Маленькую Если Такую Маленькую Они Даже Опаснее И Почему Потому Что Такой Дыре Звездной Массы Которые Наша Галактика Тоже Порядка 50 штук По крайней Мере Есть Если К ней Подлетать То Будет Чувствоваться Разница Что Скажем Вы Подлетаете К дыре Ногами Вперед То Ноги Ваши Притягиваются Сильнее Чем Голова И Тут Ничего Нельзя Поделать Появляется Такой Растягивающий Эффект Называется Спагеттификация Человек Вытягивается В макаронку И Эффект Я Вычислял Достаточно Сильный Даже Еще Не Пересекая Горизонт Событий Будете Чувствовать Как бы К вашим Ногам Подвешен Груз Две Тонны Это Очень Неприятно Поэтому Вот Такие Живые Объекты Малую Такую Дыру Даже Не Могут Внутрь Попасть Будут Разорван На части Лучшие С дырами Центры Галактик Они Достаточно Большие У них Это Изменение Гравитации Идет Не так Быстро В нее Можно Влететь Есть Альтернативные Теории Которые Немножко Модифицируют Теории Ньютона Так называемые Теории Эйнштейна Картана Которые Даже Рассчитывают Возможные Траектории Перемещения Внутри Черной Дыры Чтобы Не Попасть Но Это Только Теории Да Конечно Вообще Очень Многое Связано С черными Дырами Остается У нас В области Теории И вы Слушайте Программу Теории Всего Я напоминаю И уже Сейчас Мы сделаем Небольшую Паузу Можно Будет Нам Позвонить Теория Всего У нас Сейчас В гостях Находится Исследователь Института Астрономии Латвийского Университета Илганису Вилкс Говорим Дырах Что мы О них Знаем И о том Что мы О них Нового Можем Узнать Если же Предположения Того же Стивена Хокинга Озвучены Прозвучавшие В прессе Довольно Громко Кажутся Справедливыми Наш телефон 6722 7440 И давайте Немного Поговорим Об астрономии Добрый день Здравствуйте Я думаю Что господин Вилкс Сможет Прокомментировать Я не смогу Сейчас Совершенно Точно Сформулировать Это понятие Но господин Вилкс Это знает Я говорю О ленте Мебиуса Это Ну Условно Если вот Ленточку Перевернуть То она Как раз Образует Такой Знак Бесконечности И вот И как раз Вот это Для понятия Черная дыра Перехода В параллельный мир Просто дает Прекрасное Вот это Представление Об этом Когда получается Что ты идешь В одном направлении Потом ты оказываешься Кверх ногами И ты оказываешься Собственно говоря В другом пространстве Потом ты делаешь Вот этот полный оборот И опять Выходишь в другое пространство Спасибо вам За интересное соображение Ну давайте Попробуем прокомментировать Сколько здесь науки Сколько научной фантастики Нет-нет Ну ситуация такова Но необходимо Разделять О чем говорит математика В математике Могут быть Ну самые Разные Конструкции Какие только Ну возможно Так сказать Представить И лента Мебиуса Да Она получается Очень пристой Это кольцо Перерезаем Ленточку И один конец Переворачиваем Опять склеиваем И мы получаем Уже объект С одной поверхностью У него нет Двух сторон Только одна Но мы не перейдем Таким образом Другое пространство Перейдем Просто вернемся В изначальную точку Пройдя полный Там круг Ленте Мебиуса Вот такие вещи Описываются Математикой Очень хорошо В данном случае Ну этот вариант Не подходит точно Но мысль направления Правильное Необходимо искать Какие-то аналогии Которые бы Помогли нам понять Как это все работает Поэтому я говорю Про пауках И разных других вещах Ну конечно Да Только некоторые вещи Сложенные Очень легко Объяснить С помощью аналогии Ну пожалуйста Действительно 670227440 Здравствуйте Здравствуйте Да здравствуйте Вот судя Из вашего диалога Вы испытываете Некое беспокойство В связи с этим объектом А если подойти С другой стороны И узреть в этом Как выход Вообще От всех бед От войн Катастроф Голода И так далее И вот в связи с этим вопросом Если действительно В адронном коллайдере Пытаются создать Черную дыру Это финансируется Понятно Что это все в тайне Да Но будет ли это болезненно Или это на самом деле Гуманный выход Из ситуации Сразу все Слопнулось И все беды пропали Ну это при условии Что мы единственные Конечно Рогумные существования И боль закончится И все такое Спасибо большое Вам за вопрос Я беспокойства не испытываю Относительно экспериментов На адронном коллайдере Я знаю Что были какие-то опасения Что-то в прессе плодилось Но насколько я понимаю Они вот Именно эти эксперименты Абсолютно безопасны Для нас И для нашего существования Да Я тоже хочу В этом уверить Всегда будут люди Которые создают Такие теории заговора Что нам не все сообщают И так далее Здесь ситуация такова Что для того Чтобы Ну Черные дыры Которые Если будут Или не будут Там созданы Коллайдеры Чтобы они Они сожрали землю Нужно Чтобы Ну Все наши представления Физика Оказались неправильными Но это наверное Тоже Абсолютно невероятный случай Потому что Физика работает Очень хорошо В разных технологиях Мы пользуемся Каждый день И только в том случае Если все наши представления Кажутся неправильными Эти черные дыры Могут Не испариться А потом расти Но даже в таком случае Я хочу вас Немножко успокоить Даже в таком случае Процесс уничтожения земли Займет Целых Десять тысяч лет Значит Еще поживем И повоюем Придется Так или иначе Да Это действительно так В любом случае Нужно относиться К таким Сенсационным сообщениям Более спокойно Мне кажется Я бы хотел добавить Непонятно почему Безопасно находиться Ну давайте еще раз Это Обозначим Да Ну этот горизонт Событий Это только Такая Мнимая поверхность Нереальная На нее нельзя Остановиться Если объект Находится Вблизи черной дыры Да Гравитация ее притягивает Он в нее падает И во время падения Гравитация не чувствуется Можно сказать Что горизонт событий Это некая точка невозврата Да А вот это точка невозврата Если ее уже пролететь Внутрь черной дыры То возврата уже нет А это поле гравитации Во время падения До центра дыры Чувствуется Вот именно о том Как это разница Я говорил Ноги притягиваются Больше чем голова Если очень большая дыра То по крайней мере Этот полет Еще можно пережить Ну а конечно Когда человек Или любой объект Попадает в сам центр Ну там где вся масса Масса находится То он сразу уничтожается Да Ну говоря о популярных ученых Популярных идеях И аналогиях Мы знаем Что наверное Нечто подобное Предлагалось и раньше Наверное Стивен Хокинг Не первый Кто сказал Что черная дыра Может быть Каким-то Значит С красным лифтом В какое-то иное пространство И так далее Там подобное Нам довольно уже Хорошо знакома Та же теория кротовых нор В таком случае Что-то принципиально Новое в этом сообщении С научной точки зрения Содержалось Вот это важно Понять или нет Немножко вот Насчет Кротовых нор Есть такое Ну Представление О белых дырах Которые Нашей вселенной Не обнаружены Но которые Были бы Чем-то Абсолютно Противоположным Что из них Все время Что-то Выбрасывается Ничто не может Наоборот Попасть внутрь Потому Почему Потому что Теоретически Вот эти Уравнения Теории Они могут Как бы быть Обращены В противоположную сторону Ну скажем Математика Это не запрещает Вопрос конечно То может ли Это существуется В природе Ну может быть Не в нашей вселенной Может Какое-то другое Так что В этом смысле Такого противоречия Нет Ну а Что насчет того Что это дало В данный момент Все время Остается Вот этот вопрос Об Не уничтожении Информации И просто Хокинг Предлагает Ну как бы Другое решение Что если Эта информация Распределена Вот по этой Поверхности Горизонта Событий То вот именно Это излучение Хокинга В себе Ее уносит Возвращает В нашу вселенную Но не возвращает Скажем информации Вот там Упал Ладно Атом водорода Мы не можем Получить Ну как бы Знания об этом Атоме водорода Обратно Они как бы Будут Распределены Хаотично Но вот Именно в этом Так Откуда Это Что как бы Есть некоторые Модуляции Распределения Этого излучения Именно из какой Точки Это Горизонт Событий Вылетает Эта частица Что это определяется Вот именно Той дырой Который Массой В центре Но это может Показаться Весьма сложным Но это Есть то новшество Которое Хокинг Предлагает Возможно Это Окажется Продуктивным Но главным С главной Задачей Науки В данный момент Как бы Ну Здесь Получить Перемирие Снять Теперь Речи Между этим Двое Теориями Теория Общей Относительности И квантовой Теории Нужен Какой-то Новый Качественный Скачок Как бы Посмотреть Все это Со стороны Я обычно Говорю Нужен Новый Эйнштейн Наверное Хокинга Будет Недостаточно Тем не менее Насколько я знаю Стивен Хокинг И члены его Научной группы В следующем месяце Обещают Публиковать Новую работу В которой Будут Тражены Многие Идеи Которые Даже Некоторые Могут Характеризовать Термином Безумные Как это сказано И поэтому Там будет Выдвинуто Обоснование Самого существования Черных дыр И того Что информация Попавшая В черную дыру Может выйти наружу Не только в нашей Но и в какой-то Иной Параллельной Вселенной Звучит Очень захватывающе Я думаю Это стоит Обратить Внимание Ну вот И я хочу Сказать Что вот Именно Это Эти самые Интригующие Вопросы Современной Науки Вот черные дыры И строение Там вещества Мельчайшие частицы Вселенная Как такова Ее Возникновение Вот Это Действительно Такие Вопросы Ну На Так сказать Которые Задает В наше время Человечество И Конечно Это трудные темы И их трудно понять Но Все-таки Это стоит делать И не скатываться В псевдонауку Которая В наше время Очень популярна Которая Дарит Такие Простые Ответы Вот Там Козерогам Будет То-то То-то И это Будет Счастье Настоящая Как бы Прелесть Нашей Нашего мира Нашей вселенной Находится Вот В этих вопросах По-моему Что ж Я с удовольствием Призываюсь К призыву Изучать Астрономию А не Астрологию И На этом Я думаю Мы Конечно И закончим Уже Потому что Время Вышло В гостях У нас Был исследователь Института Астрономии Латвийского Университета Илганис Вилк Спасибо Большое Встретимся С вами Скоро Через неделю Следующая Неделя У нас Начинается Месяц Октябрь И Будет Нечто Особое Весь Октябрь Будет Посвящен Одной Теме Будет Цикл Передач И будет Он посвящен Критике И интерпретации Капитализма От исторической До марксистской О современных Кризисах Обо всем этом В рамках научного Естественно Дискурса Мы с вами будем Говорить в рамках Программы Теория всего Напоминаю Весь октябрь Так что Продолжайте нас слушать Меня зовут Алексей Гусев Всем всего доброго